Вопрос трудоустройства женщин сегодня обсудили на специальной комиссии. Здесь есть трудности. К примеру, вакансия от службы занятости не соответствует профессиональному уровню и запросам женщин. 87% из них отмечают чиновники, рассчитанные на кадры рабочих профессий. Но среди безработных женщин лишь незначительная доля претендует на низкоквалифицированную работу. Существует очевидное несоответствие между предложением рабочей силы и спросом на нее по профессиональному признаку. Что существенно затрудняет трудоустройство безработных женщин. Уровень женской безработницы за третий квартал 2017 года по области у нас составляет 5,2. По республике это 5,3%. Что превышает уровень мужской безработицы на 0,7% пункта. По словам Гульнара Бенова, сегодня женщины учатся не только на поваров, швеи и медсестер. Есть девушки, которые обучаются на механизаторов, электросварщика, электромонтера. В рамках госпрограммы в этом году рабочие специальности получают 185 женщин из тысячи обучающихся. К тому же для получения профессии учителя начальных классов в Кустанайском педагогическом колледже открыли заочную форму обучения. Озвучили на комиссии результаты проверок по соблюдению работодателями безопасных условий труда. В 2017 году инспекторы побывали на 70 предприятиях, и на каждом из них были выявлены нарушения охраны труда. Несмотря на принимаемые работодателями и уполномоченным органами меры, из-за несоблюдения безопасных условий труда уровень производства травматизма в целом не снижается. При этом, если говорить о женском травматизме, то из общего числа пострадавших на долю женщин приходится около 26%, с тяжелым исходом 17%, со смертельным 22%. В этом году продолжил Максим Магрунов, чтобы снизить уровень травматизма, проверки предприятий увеличат вдвое. Диара Ахмечина, Татьяна Калюжная, РТ.